Всем привет, это FreeStudio21.com Перед нами вторая часть, скажем так Чтение статьи Taking Refuge in Dollar Could Expose World Economy to New Perils Это, напоминаю, опять же, вторая часть Первая часть, ссылочка на первую часть стоит в описании видео Равно как и ссылка на саму статью в New York Times Чтобы можно было пройти по ссылке и почитать, что это такое Итак, я дошла до последнего абзаца первой страницы Здесь, в принципе, ничего интересного, но я хочу его прочесть, потому что он разорван как раз напополам И вторая его часть немножко интереснее Итак, since Britain's vote to leaving the European Union or Brexit The dollar has gained nearly 3% compared with a broad basket of currencies About 2.5% against the euro and nearly 12% against the pound The latest surge came on Thursday when Mark J. Cammie, governor of the Bank of England, said The central bank would probably have to lower interest rates to support the economy That said, the pound hurtling downwards anew On Friday, the yield on 10-year United States Treasury notes dipped to a record low 1.385% Reflecting the eagerness of investors to lock their money in a safe place even for minuscule returns С того времени, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза или Brexit Доллар вырос почти на 3% по отношению к большинству мировых валют Около 2.5% против евро или по отношению к евро И почти на 12% по отношению к фунту стерлингов Последний рывок случился в четверг, когда управляющий банка Англии Марк Кэйми сказал, что центральному банку, наверное, придется понизить процентную ставку, чтобы поддержать экономику Это послало фунт стерлингов в еще одно головокружительное падение В пятницу процентная ставка или выплата по 10-летним облигациям Госказначейства США упала до рекордного низкого уровня 1.385% Отражая желание инвесторов сохранить свои деньги в безопасном месте Даже несмотря на микроскопические доходы От этого места имеется в виду, скажем так Итак, что мы имеем здесь? Что у меня здесь есть интересного такого, что бы я выписала? Так, ну, leave European Union, Brexit, это все ясно Compared with, вот это интересная фраза Далее, compared with и дальше, broad basket of currencies Если дословно, большая корзина валют Это что такое? Ну, в принципе, можно было бы сказать, что это то же самое, как просто большое количество валют Или длинный перечень валют, тоже как вариант, это как вам больше нравится Я напишу большое количество Ну, далее все то же самое Значит, обратите внимание, что здесь интересно Набрал 3% или вырос на 3% по сравнению с другими валютами Около 2,5% против евро То есть, пара доллар-евро в этой паре доллар поднялся на 2,5% В то время как остальные валюты тоже, возможно, выросли по отношению к евро Но, значит, доллар вырос вот по отношению к другим валютам Вот, а потом уже конкретно рассматривается пара доллар-евро и пара доллар-фунт стерлингов Так, ну, в принципе, дальше ничего такого интересного нет, пожалуй Surge Surge можно было бы говорить как рывок Ну, рывок, наверное, не очень звучит Резкий подъем Резкий скачок вверх Вот так вот, скажем Едем дальше Значит, governor Ну, здесь все более-менее ясно Сказал, что центральный банк Дальше мне неинтересно А дальше вот эта интересная фраза, которая многого стоит To lower interest rates Ну, to как to, это не суть важно Здесь просто have стоит, поэтому to ставим Понизить процентную ставку Вот это очень часто встречаемое выражение Значит, interest rates Это процентная ставка Вот это вот Так, дальше идем Дальше у нас A new это снова Это то же самое, как если бы я сказала Again Абсолютно то же самое было бы Hurdling downwards Если дословно это послало фунт В общем, в крутой пике вниз Вот так вот Далее The yield Это еще что такое Yield это доход Или выплата дохода, скажем так Это будет правильнее сказать А далее On 10 year United States treasury notes Treasury notes Это почти то же самое, что treasury bills Там есть нюанс Но это не суть важно Можно сказать, что это Те же самые Облигации госказначейства Не более того Что здесь интересного Десятилетние Облигации госказначейства Вот, то есть Облигация на 10 лет Значит Dipped To Еще один вариант Слово упали Можно lowered было сказать Но dipped Это резко упали Вот взяли просто И упали To a record low Рекордно низкий И далее 1,385% Отражая Желание Причем Страстное желание Инвесторов И далее Lock their money Если дословно Запереть свои деньги Но можно сказать Вложить деньги Тоже как вариант Защитить деньги Тоже как вариант Тоже можно так Значит В спокойном месте Или в безопасном месте Дальше Вот это Miniscule Это Крошечный Здесь можно было Tiny сказать Это было бы то же самое Значит Несмотря на крошечный возврат То есть Несмотря на крошечные доходы От этих ценных бумаг Вот это Even for Можно было сказать По-другому In spite of Несмотря на Едем дальше The charge Into the dollar Says less About investors Face In the United States And more About the alarming Situations Confronting Other major economies Рывок По направлению К доллару Не так Говорит О вере инвесторов Соединенные Штаты Как больше Говорит О тревожной Ситуации С которой Сталкиваются Основные Главные Экономики Мира Так Что у нас Здесь интересно Ну в принципе Здесь все так Более-менее Ясно Все говорит Само за себя Значит Вот это Charge Слово Charge Into Слово Charge Имеет кучу Значений Одно из них Атака Наступление Рывок Бросок Какой-то Вот такое вот Дело Я бы сказала Что это Бросок Причем Очень такой Резкий И неожиданный И опять же Бросок В доллар Если вы помните В первой части Там было Move Into The Dollar Уйти В доллар Так И дальше Говорит Меньше О вере Так Ну здесь В принципе Все понятно Alarming Situation Больше Говорит О тревожной Ситуации Alarming Situation Тревожащая Если дословно Ситуация Значит Тревожащая Ситуация Которая С которой Сталкиваются Вот это вот Confronting Если дословно Сталкивающая Ся Вот Поэтому Первый Alarming Situation Это на вопрос Какой Тревожный Оно отвечает Это Present Participle А Confronting Это тоже Present Participle Но здесь Это что Делающий Вот так Вот With the vote Britain Has jeopardized Its Dominant Financial Center And trade With Europe The Largest Common Market On Earth The Country Is Now Enmeshed In A Leadership Crisis That Makes Everything Uncertain Including Who Will Negotiate The Terms Of A Massy Divorce With The European Union If Leaders Follow Through And Initiate That Process Britain Must Hangle With The Remaining Block Made Of 27 Different European Governments Operating With Their Own Domestic Politics С Таким Голосованием Британия Поставила В Опасное Положение Свой Доминирующий Финансовый Центр И торговлю С Европой Самым Большим Рынком В мире Или На Земле Страна Сейчас Погружена В Кризис Руководства Скажем Так Или Опутана Если дословно Кризисом Руководства Но Погружена По-моему Мне нравится Лучше Что делает Все Очень Неопределенным Включая И то Кто Будет Вести Переговоры О Условиях В общем Очень Такого Неприятного Развода С Евросоюзом И Если Лидеры Последуют Этому И Инициируют Этот Процесс Британия Должна Будет Ну В общем Как Сказать Торговаться Ругаться С Оставшимся Блоком Из 27 Европейских Стран Правительство Которых В общем У правительств Которых Есть Собственные Так Сказать Личные Домашние Интересы Во как Так Ну Что здесь Интересного Ну В принципе Здесь Ничего Такого Нет Чтобы Уже Очень Такое Было Страшное Ну Пожалуй Jeopardize Вот это Интересное Слово Это То же Самое In Danger Поставить В опасное Положение Или Угрожать Поставить Под Угрозу Так Далее It's Dominant Financial Center Доминирующий Или Главный Финансовый Центр Ну Здесь Вроде Как Все Ясно Обратите Внимание Что Слово Sender Пишется В американском Его Варианте Ну New York Times Американская Газета Далее Слово Trade Trade Это Торговля Так Large Common Market On Earth Самый Большой Общий Рынок На Земле Ну В принципе Здесь Все Ясно Можно Было Сказать In The World Вместо On Earth Это Было То же Самое Далее Страна Сейчас Вот это Enmeshed Это Опутано Если дословно Но мне Такое Не нравится Я бы Сказала Что Погружена То есть Emerged Можно Было Сказать Вот тут Аналог Примерный Это По смыслу Аналог Это Не значит Что это Синоним Но Здесь Можно Было Заменить Словом Emerged Значит В Кризис Лидерство Или Кризис По большому Чету Правительственный Кризис Можно И так Говорить Так Что Делает Все Непонятным Или Неопределенным Так Ну Здесь В принципе Все Ясно Вот это Слово Negotiate Очень часто Употребляется Вести Переговоры Здесь Это Все В связке Вести Переговоры По Условиям Этого Неоднозначного Развода Скажем Так Или Будем Говорить Неприятного Вот это Месси Это Такой В общем Задрипанный Неприятный Нехороший Ну В общем Все Очень Нехорошее Это Месси Обычно Так В общем Значит Terms Это Условия И Дивольс Это Развод Вообще Говоря Дивольс Здесь Вроде Как Не К Месту Потому Что Дивольс Это Развод Мужа И Жены Обычно Это Бракоразводный Процесс Здесь Ну Вот Автор Хочет Показать В общем Что Какая Ситуация Собственно Сложилась Что Это По большому Счету Будет Точно Такая Головная Боль Как Развод В семье Далее В общем Лидеры Follow Through Следовать Этому То есть Следовать Этой Цели И Инициировать Вот это Initiate Инициировать Этот Процесс Дальше Все Ясно Маст Обратите Внимание Уверенность Почти на 100% Здесь В отличие От всех Предыдущих Абзазов Где все Время Было То May То Can То Could Что-то Такое То здесь Он уверен На 150% Что у Британии Будут Сложные Переговоры Хэггл Домашняя Домашняя Политика То есть Национальная Политика Какая-то Внутри Национальная Скажем Так Я напишу Наверное Не так Я напишу Внутри Государственная Политика О Так-то 19 стран Которые Являются Членами Зоны Евро Оказались Или оказываются Уязвимыми Политическим Разладом И Расширяющемуся Или увеличивающемуся Сепаратизму Когда они Борются С наплывом Беженцев Стареющим С проблемой Стареющего Населения И замедляющимся Экономическим Ростом Возможно Впереди Годы Упадка Или Такого Хаоса Будем Говорить Такая Ситуация Которая Заставит Финансиста Искать Безопасности Итак Что мы имеем Здесь Так Значит Вот это Интересное Выражение Share The Euro Значит Если это Словно Разделяют Евро Но ясное дело Что это не оно Это Члены Зоны Евро Или Находящиеся В зоне Евро Далее Оказываются Уязвимыми Так Ну в принципе Здесь все ясно Поэтому я не буду Это писать Далее Political Discord Политический Разлад Можно сказать Хаос Но я бы не говорила Хаос Я бы сказала Скорее Разлад Какой-то Дисгармония Далее Расширяющийся Сепаратизм Ну здесь тоже В принципе Все ясно Contained With an influx Of refugees Борются Или Справляются С наплывом Беженцев Вот это Справляются Можно было бы Даже лучше сказать Справляются С проблемой Беженцев Потому что Дальше Здесь однородные члены Это Content With Относится К нескольким Словам Сразу Значит Они справляются С проблемой Беженцев С проблемой Стареющего Населения Вот таким Вот образом И Замедляющимся Это Антоним К слову Rapid Rapid Это стремительный Быстрый А Tepid Это наоборот Медленный Замедляющийся Такой Не очень Сильный Такой Тепленький Ну Я даже не знаю Как это сказать Ну В общем Короче говоря Не такой Быстрый Как ожидается Years of confusion May be unfolding Опять Начинаются У него Предположения Возможно Впереди Годы Такого Сметения Какого-то Такого В общем Разлада Ну Как хотите В любом Случа Unfolding В данном Случа Это разворачиваться То есть Впереди Разворачиваются Годы Или настанут Годы Упадка Ну Можно и так Говорить Далее The sort Of turmoil Значит Такой Беспорядок Или Беспокойство Но беспорядок Мне нравится Больше Такого рода Беспорядок Который Заставил Бы Опять же Предположение С большой долей Неуверенности Дальше Money manager Ну Money manager Я бы сказала Это финансист То есть Человек Ворочающий Деньгами Ну Кто Это Это Финансист Естественно Crave Crave Это Страстно Желать Обратите Внимание Без Предлога Страстно Желать Безопасности 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 Итак, в США есть и свои риски, или, если дословно, Соединенные Штаты не без риска страна. Значит, общий долг достиг, превышает, точнее, уже 19 триллионов долларов. Беспорядочная политика за последние годы привела страну на грань, можно сказать, умышленно нанесенного самой себе банкротства или дефолта. Иногда так и можно говорить тоже. Далее, значит, экономическое неравенство соперничает с золотым веком или с золотым периодом конца 19 века. И десятки миллионов рабочих людей, которые, в общем, потеряли веру в американскую экономическую систему, поскольку снизились жизненные стандарты. А public debt, вот это вот слово, его надо обязательно знать. Значит, иногда это говорится как госдолг. В принципе, это может быть госдолг, но госдолг – понятие очень такое обтекаемое. Есть, собственно, госдолг, а есть корпоративный долг, так называемый. Здесь речь идет только о госдолге. Если дословно, то это public sector debt. Короче говоря, напишем госдолг, не будем морочить голову себе. Пусть будет госдолг. Далее, превышает, ну, 19 триллионов, цифра впечатляющая. Далее, что это еще за practice politics? Я бы сказала, первый раз я перевела, наверное, не очень было удачно. Наверное, лучше сказать, что это недальновидная политика. Вот так я скажу. Ну, недальновидная, такая немножечко, ну, что ли, не то чтобы глупая совсем, ну, такая, в общем, неудачная, мягко говоря. Короче, остановимся на недальновидной. Недальновидная политика, которая в последние годы, ну, в общем, здесь все более-менее ясно, brought the country to the verge of self-inflicted defaults. Значит, привела страну на грань. Вот это on the verge, это на грань. Или можно сказать даже к. То есть, так близко привела, что уж ближе просто некуда. Значит, self-inflicted. Вообще говоря, self-inflicted, ну, с экономическими терминами и вообще в экономической такой вот какой-то жаргоне таком, это не такое часто употребляемое слово. Более того, это больше говорится о, ну, скажем так, каких-то преступлениях. Короче говоря, self-inflicted, самое общее его значение, это умышленно нанесенный самому себе. То есть, сами своими руками создали себе дефолт. Обычно это говорится так. Self-inflicted shot. То есть, умышленно нанесенный самому себе выстрел. Ну, короче, выстрелил сам в себя. Или self-inflicted injury. Умышленно нанесенная себе травма. Вот в таком смысле говорится это. Так, inequality, значит, имеет экономическое неравенство. Inequality – это неравенство. А дальше arriving the gilded age of 19th century. Значит, соперничающий, вот это вот слово соперничающий, с золотым веком позднего 19-го столетия. Вот, короче говоря, порой, когда поднялись все Морганы, Рокфеллеры и прочие-прочие-прочие люди. Значит, далее. Ну, в общем, далее здесь все более-менее ясно. Essentially lost faith. Ну, я думаю, здесь так оно более-менее вроде все понятно. Вот это интересная фраза. The American economic bargain. Это еще что такое? Если дословно. Американская экономическая сделка. Ну, сами понимаете, не очень звучит. Значит, что при этом имеется в виду? Ну, это даже я не знаю, как это лучше перевести. Ну, будем говорить в американскую экономическую модель или в американский капитализм. Ну, это примерно что значит? Это значит, вы тяжело работаете, мы вам много платим. Вот в таком роде. Вот это и есть American economic bargain. Так, в двух словах. То есть, тут вольный перевод. Как хотите, так это и называйте. Так, и далее living standards. Вот это бесподобное выражение очень часто встречается. Жизненные стандарты. Республиканская партия почти что номинировала Доналда Трампа на кандидатов в президенты США. А его откровение о том, что он будет относиться к госказначейству так же, как он управлял сейчас обанкротившимися казино в Atlantic City, просто ведя переговоры заново с кредиторами, заставило вздрогнуть все глобальные рынки. Так, значит, что мы здесь имеем? Ну, вот это on the verge опять появляется. Я бы здесь его просто или игнорировала, или перевела словом почти. Ну, можно, конечно, сказать, что республиканская партия на грани номинирования. Ну, в принципе, можно так. Ну, я что-то так не хочу говорить. Далее, ну, значит, nominating, номинирование, кого Доналда Трампа на, мы говорим на, а здесь s, то есть в качестве кандидата на президенты. Далее, intimations, признание, откровение, то есть его откровенные признания, что он oversee. Ну, если дословно, то это надзирать за кем-то, присматривать. Ну, можно и так говорить. Можно, конечно, и руководить сказать, и не морочить себе голову. Ну, я не знаю даже. Ну, я напишу руководить, но здесь скорее осуществлять надзор. Вот так было бы правильнее. Так, значит, ну, осуществлять надзор, как он это делал, now bankrupt, сейчас обанкротившимся, казино. Ну, в общем, renegotiating. Заново проводить переговоры. Значит, вообще говоря, здесь было бы правильно сказать так. Заново провести переговоры и перезаключить договор с кредиторами. Вот так вот. Это с целью перезаключить договор. Вот. И далее еще интересное выражение. Send shatters. Вот это вот. Если дословно послало вздрагивание. Вот так вот. То есть заставило глобальные рынки вздрогнуть. Ну, вот. Я думаю, этого пока хватит. Нет, в принципе, вполне, я думаю, достаточно. Слов более чем достаточно. В любом случае, как видите, статьи на экономические темы даже интереснее политических. Здесь очень много интересных выражений, очень много всяких разных таких ироний, намеков и так далее и тому подобное. Напоминаю, что это была вторая часть. Ссылка на первую часть статьи стоит в описании видео. Равно как и ссылка на PDF-версию печатную, чтобы можно было без картинок и без рекламы посмотреть. И равно как и ссылку в New York Times изначальную, где вся статья с комментариями, с фотографиями и все такое. Спасибо за внимание.